Почему люди становятся караванерами? Глаза боятся, руки делают. Автотурист. Это отдельный сегмент. Как улитка. Понимаете, улитка всегда дом за спиной. Всем привет! Ну что ж, подходит к концу август, и в попытке урвать последние дни уходящего лета многие россияне устремились в долгожданный отпуск. К счастью, за время эпидемии мы узнали много новых и интересных направлений. Это и Байкал, и Ладожское озеро, и Хакасия, и Алтай. Ну а что делать, если мне, допустим, комфортно дома, да и жену, бабушку и пару маленьких собачек оставлять жалко? Вот бы был такой способ, чтобы уехать в отпуск, прихватив их всех с собой. А ведь такой способ есть. Сегодня во многих странах мира все больше популярность приобретает вид путешествий, связанный с использованием специальных туристических транспортных средств, домов на колесах или жилых прицепов. Передвижение и проживание в доме на колесах называется караванингом, а сами путешественники – караванеры. Ради справедливости стоит сказать, что иногда караванерам причисляют путешественников с личным автомобилем и палаткой в багажнике, но такой формат бабушке и собачкам вряд ли подойдет, поэтому наш выпуск не про них. В России такой вид туризма остается по-прежнему экзотичным, хотя в последнее время активно набирает популярность. Потенциальных маршрутов на территории огромной России немало. Ну, взять хотя бы Чуйский тракт на Алтае. О нем, кстати, недавно подробно рассказал директор Петербургского экономического форума Алексей Вальков. Ссылка в описании видео. Еще один популярный маршрут – Государева дорога. Первая и главная трасса двух столиц России. Ее строительство началось в 1778 году, а завершилось в 1830. Сейчас федеральная трасса М-10 почти полностью повторяет маршрут старой дороги. Начинается в Москве, проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области и завершается в Санкт-Петербурге. И именно к пробегу по Государевой дороге, а точнее сказать, к той его части, что проходит по территории Тверской области, присоединилась наша команда. Так почему люди становятся караванерами? Во сколько обойдется покупка собственного автодома? Есть ли в России необходимая инфраструктура? Давайте узнаем. К пробегу, организованному Всероссийской ассоциацией автотуризма и караванинга, мы присоединились на одной из последних точек маршрута в Московской области – городе Толничногорске и двинались в сторону усадьбы-заповедника Александра Блока Шахматова. Началось путешествие с хорошего урока. Всегда тщательно изучайте маршрут поездки и планируйте все заранее. Вместо усадьбы Шахматова нас занесло в одноименную деревню, выбраться из которой было непросто. И все же мы выбрались и вскоре достигли первой Тверской стоянки – храмового комплекса Успения Пресвятой Богородицы села Завидово. Подходит к концу первый день маршрута по Государевой дороге. И сейчас мы находимся у Успенского храмового комплекса. А это значит, что мы только что пересекли границу с Тверской областью. Это одна из многочисленных живописных стоянок, расположенных вдоль Государевой дороги. И их на нашем пути будет еще очень много. Прямо сейчас за моей спиной вы можете наблюдать стоянку наших автодомов. Наиболее раннее сооружение комплекса – Успенский храм. Он разведен в первой четверти 17 века, что и определяет его уникальность. В первые десятилетия смутного времени каменных храмов на Руси строилось не очень много. Также на территории расположена Троицкая церковь, построенная в 1781 году. Комплекс сильно пострадал в 1950-е годы. Например, пятиярусная колокольня была полностью разрушена и отстроена заново лишь в 2003-м. На ночлег мы остановились недалеко от Твери, а на следующий день ехали в город. Добро пожаловать в Тверь. На часах еще только полдень, но мы уже здесь, хотя оказалось, еще только недавно караван выехал из Москвы. Наверное, в этом и есть самый главный кайф автотуризма. Ты не привязан никакому графику, не привязан никакому расписанию. Ты предоставлен себе, и ты можешь путешествовать из одной точки в другую так скоро, как тебе захочется. Здесь очень красиво, здесь очень много достопримечательностей. Вот, например, за моей спиной Тверская художественная галерея. Мы еще сейчас будем ходить по городу, все осмотрим, тоже вам что-то покажем. Далее по маршруту Торжок и Вышний Волочок. В Твери состоялась пресс-конференция, посвященная пробегу. Мы воспользовались случаем, чтобы поговорить об автотуризме в России с президентом Ассоциации караванинга и автотуризма Сергеем Лобаревым. В Российской Федерации более 50 миллионов водителей простых транспортных средств и более 2,5 тысяч автодомов караванинга. И это большая перспектива для развития отрасли. Одна из важнейших задач, которые нужно решить для развития караванинга, это улучшение придорожной инфраструктуры. Автотурист – это отдельный сегмент. И здесь необходимо отделять мух от котлет. Может быть, образно, но ставить беседки, мангалы, шашлычницы. Чуть далее от дороги, в пределах 200-300 метров, делать автокемпинг или кемп-стоянки. Мы увидели, что многие мотели и отели не готовы к приему к автодомам. Хотя поставить там это копейка, это электричество, бросить воду и предусмотреть септик для того, чтобы слить серую воду. Люди готовы отдавать большие деньги, но создайте им условия. Еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются начинающие караванеры – дороговизна транспортных средств. Уже с некоторыми компаниями идут переговоры. Нас как экспертов спрашивают, какая ценовая политика должна быть этих домов. Действительно, они дорогостоящие. Мы в автопробеге государевой дороги у нас участвовали дома, которые более 10 миллионов стоят рублей. А так, что где-то 3-4 миллиона люди платят за это. В настоящее время от 8 до 15 тысяч аренда. 95% автомобилей, автодомов вводятся и за рубежа, но учитывая, что 48% растаможки идет на границе, конечно, многие не участвуют в автомобиле именно в этом рынке. С развитием автомобильного туризма и караванинга мы уверены, что появится большее количество игроков на этом рынке. И мы прогнозируем, что увеличение количества игроков на рынке снизит стоимость аренды. И если сейчас 8-15, то от 5 до 8 тысяч, возможно, будет ценовая такая политика. И то же самое развитие автодомов. Если сейчас это стоит 3-4 миллиона, я думаю, что за 1,5-2 тысячи будут интересные предложения. Мы сейчас уже даем некоторым заводам-производителям свои консультации. 1,5-2 миллиона. Да. Из-за отсутствия крупного серийного производства внутри страны и высоких пошлин на ввоз домов на колесах из-за границы приобрести машину среднестатистическому россиянину и правда непросто. И все же выход есть, что мы и увидели на живом примере. Как стать караванером и не потратить целое состояние, рассказал один из участников пробега Юрий Литовко. Мне 60-е годы, занимаюсь караванером как бы всю жизнь. Все это началось, мечта детства была объездить всю страну, полмира объездить и посмотреть себя, показать, как люди живут. Поэтому я принял решение сделать что-то такое более это. И в то же время бюджетное. С средств массовой информации я увидел, что люди делают автомобиль, чтобы получить более комфортные условия, купить прицеп, корпус прицепа, поставить его в кузов и, соответственно, в нем жить. Первый мой вариант был. Я хотел на базе «Газели» сделать, но шасси не подошло для этого. Нашел в интернете вот этот автомобильчик, Мерседес МБ-100. У него позволяло разместить в кузове прицеп определенной длины, чтобы арки вошли. Или поднимать выше у него нарушение центра тяжести. Поэтому первый вариант у меня был. За 75 тысяч я купил автомобиль. За 75 тысяч купил автомобиль. И первый вариант у меня был. Я купил прицеп. Прицеп наш Ростовский ветолетный завод за 35 тысяч. Я поставил тот прицеп. По пути в шест, на нем год. Но когда подошел холодный климат, в нем было очень некомфортно. Некомфортно то, что он сделан с алюминия. Выпадает конденсат, выпадает все. То есть влага, сырость, чай попил, уже ночь на тебя капает. Дышишь, на тебя с потолка все капает. Поэтому я принял решение. Тот прицеп я собрал, продал. Купил финский прицеп с Алифер. Они более-менее приспособлены под наш климат. То есть, да. Значит, я прицеп этот купил за 150 тысяч рублей. Да, я его немножко переделал, чтобы он у меня вошел в нишу. Если в нишу не сделать, он получится выше. То есть нарушится цен тяжести. Дом, тепло, уют. Все буквально. Ну и также в нем подключается к нему во время стоянки. Электричество подключается, подключается водоснабжение. Переделал переднюю часть. Потому что переднюю часть переделана. У него спалки были вдоль. Я сделал поперек. Это переделка. Здесь я ставил вставку. Здесь у меня система отопления находится. Здесь аккумулятор. Он находился в салоне. Я переделал. И аккумулятор для салона. То есть для освещения. Я сделал велобагажник. Потому что в путешествиях очень важно быть еще как бы мобильным. Не везде подъедешь на автомобиле. Вот на стоянке я оставлю автомобиль. На велосипед. И пожалуйста по парку гуляй. Затем Юрий показал, как выглядит автодом изнутри. Слышите уже как эффект вообще другой. Потому что уже в пространстве находится. Здесь кровати были. Я сделал поперек. Сидячую зону сделал. Все делал своими руками. То есть мебель своими руками. Подушки шил. Стол бы использовал. Бывший стол вот такой. То есть он у меня снимается. Все. Шкаф. Шкафчики. У которых находятся. Игрушки. Кравенеров. Вот. Я еще покажу у меня. Ну тут как бы. Вот. Вечером музыка у меня здесь. Подсветочка. Вот. Ну и далее еще сделаю подсветку. Потому что сейчас очень удобно. Аккумулятор на очень много фото. Фотает отдельный аккумулятор. Фотает. Тоже полочки. Здесь у меня находится казан. Тренога. Все. Да. Казан. Чтобы готовить. Многие конечно знают меня. Я даже немцы порой подходят. А помнишь ты нас в Сокольниках борщом кормил. Вот проезжаешь. Вот. Самая для меня награда. Я вот считаю. Не то что я как бы. А то что люди меня знают и помнят. Осталось то что есть из завода. В этом домике. То есть кухонная зона. Я тут немножко изменил. С алюминия сделал. Тут посуда. Продукты. Ограничено количество воды. Ну мне здесь есть. Подарил умывальничек. Я его когда надо на улице готовлю. Стол. На улице что-то готовлю. Там. На улицу вышел. Руки помыл. Умылся. Ну как бы. Не заморачиваюсь на том. Чтобы. Вот. Ну здесь вытяжка. Подсветочка есть. Здесь тоже это все. Люк. Вентиляция. Ну и. Тут туалет. Умывальник. Ну здесь как кладовка сейчас занята. Здесь тоже как в поезде. Смотрите. На низу здесь вообще полка. Стол. Кложится. Два сиденья. Это считается детское место. Оно подымается. Ну как в вагоне в поезде сделано. То есть два человека. Можно чай попить. Покушать. Ну соответственно. Там зона у нас одна. Питание. И здесь зона. Можно стол поставить. Ну я обычно не складываю. Ну и спальное место. В жизни я вам одно скажу. Глаза боятся. Руки делают. Если есть желание. Интернет. Прошу сети. Посмотрите. У нас клубы. Которых может. То есть. На любой достаток человека. На любой менталитет человека. Всегда можно найти что-то. Если человек еще мастеровитый. Он может делать своими руками. Ваш дом. Где бы вы не поехали. Как улитка. Понимаете. Улитка всегда дом за спиной. Мы поблагодарили Юрия за позитивный рассказ. И отправились в путь. Нас ждали Торжок и Вышний Волочок. Из Твери мы переехали в город Торжок. Торжок один из древнейших городов России. Упоминание о нем содержится в летописях аж 12 века. Но к сожалению. Географическое положение сделало город крайне уязвимым для междоусобных войн. В войнах Новгородской республики Торжок то и дело захватывался и разорялся с узальским князем Юрием Долгоруким, дважды московскими князьями, однажды тверским, монголо-татарами, литовцами и так далее. В общем, сохранившиеся по сей день архитектурные памятники города относятся максимум к 17 веку. А те летописные времена можно лишь представить, глядя на живописные берега реки Тверцы. Кстати, с колокольни на территории Борисоглебского монастыря вид на нее особенно шикарный. Гордятся жители города и связью с поэтом Александром Пушкиным. Считается, что он останавливался в Торжке более 25 раз. И именно он прославил главный местный кулинарный специалитет – пожарский котлет. На этом мы попрощались с Торжком и отправились на нашлег в Вышневолочок. Знакомиться с городом предстояло уже на следующий день. Наступило новое утро, и мы добрались до города Вышневолочок. Именно этот город в свое время обеспечил Санкт-Петербург, новую столицу России, продовольствием. В 18 веке он соединил Балтийское море с рекой Тверцой, и по нему двинулись сюда с зерном. Это определило экономическое благополучие той эпохи, и многие ее памятники сохранились в городе по сей день. Вышневолочок по-прежнему хранит остатки былой славы и успеха. Впрочем, как и Торжок, город нуждается в реставрации, осуществить которую можно было бы с помощью доходов от туризма. На протяжении всего тура участники пробега проводили встречи и беседы с владельцами придорожных гостиниц, объясняя преимущество установки дополнительных инфраструктурных объектов для автотуристов. Следующей остановкой на нашем маршруте был Валдайский Иверский монастырь, относящийся уже к Новгородской области. А это значило, что путешествия подходят к концу. Но мы не могли бы уехать, не познакомив вас с еще одним участником нашего пробега. Его дом привлекал наше внимание все три дня. И именно на Валдае нам наконец-то удалось взглянуть на чудо-машину поближе. Караванингом занимаюсь уже более пяти лет. Начинали с прицепа. Был прицеп Хобби Престиж 1987 года. Потом стало понятно, что это для нас. Приобрели Форд Ольковный на базе Транзита. ЛМС Бризер 694. И вот этой зимой пригнали уже интегральный автодом. Как он у нас. Детлес, Глоб Троттер и Кселай. В принципе машина... Вот это вторая наша поездка такая уже далеко. Гнали из Европы, покатались в Крым. Это я не считаю за покатушки. И вот сейчас выехали на Государева дорога. В Германии он стоит... Стоит этот автодом порядка 90 тысяч евро. Плюс там НДС у них 19% он возвращается. Содержание его обходится, в принципе, как и любая обычная машина на базе Фиат Дуката. То есть то же самое. Также заменить масло. Также те же самые тормозные колодки и все остальное. Что касается внутреннего убранства, то здесь уже используешь непосредственно сам. То есть к автодому ты относишься как к дому, к своему. То есть там где-то покупаешь, там в Леруа Мерлен или в Бао Центре, там или, не знаю, в Обе. Какие-то болтики, гаечки, что-то подкручиваешь, что-то ремонтируешь. Идея дома на колесах, конечно, общая и для Юрия, и для Александра. И все же дорогостоящий автомобиль, полностью собранный на заводе, безусловно, открывает доступ ко множеству функций, которые трудно получить, собирая дом мечты у себя в гараже. Начнем с багажного отделения. То есть оно здесь достаточно большое. То есть вмещает в себя кучу... Можно кучу с собой брать багажа, в том числе можно перевозить с собой там скутер, мотоцикл легкий и так далее. То есть все это допустимо. Здесь находятся оборудование, мозги автодома, то есть всевозможные аккумуляторы, контрольные панели и так далее. В конце слева находится система отопления. Она здесь жидкостная. То есть как дома. Грубо говоря, здесь стоят обычные батареи с антифризом. Вот одна из них. Багажник, кстати, тоже отапливается. У нас был случай, что даже ездили на рыбалку, и гости спали в багажнике. Брали с собой палатку, замерзли, пришли. Так как дом был полный уже нами, то разместили в багажнике, и они с комфортом абсолютно здесь переночевали. Это полноценный зимний автодом, повторюсь, жидкостное отопление и двойной пол. Это очень важно именно зимой. То есть вот здесь вот, помимо того, что здесь есть дополнительные ниши для хранения всевозможных оборудований, инструментов, как багажные отсеки используются, здесь еще видно, что здесь идет двойной пол. Вот это первый уровень, это второй. То есть также он подогревается внутри. Ну и, соответственно, чтобы было теплее, и он не замерзал. То есть минусовую абсолютно любую температуру в нем можно комфортно находиться. Сверху мы видим маркизу большую, она на электроприводе. Это крыльцо, то есть оно выезжает. То есть он выдвигается примерно до этого уровня, у него ножки ставятся, и полноценно, даже, наверное, досюда, и полноценно там столик ставишь, то есть все это сидишь, тебе не дождь не страшен. А здесь выдвигается ступенька для удобства, то есть, да, и заходишь это снимать. Ну, конечно, ну-ка, это дом. Это забыли, что машина, это уже дом. Внутри это дом. Как видим, внутри здесь проход более широкий, чем обычно в автодомах. То есть здесь дверь увеличенного размера, она более широкая. Плюс, так же, как и везде, москитная сетка, да, то есть можно использовать как окно. Дверь с доводчиком. Значит, здесь находится панель управления автодома. То есть это показано заряд аккумуляторов одного, второго. Это температура в доме, это температура на улице. Вот мы видим. Это баки запаса воды. Включение помпы водяного насоса. Часы. Здесь находится панель управления печкой. Она сенсорная. То есть температура выставляется. Ну, так же, система, которая для газовых баллонов, то есть автоматически переключает, когда заканчивается газ в одном баллоне, автоматом переключается на другой. И показывает уровень газа в баллоне. Ну, вот эта вот часть, это управление кровати. Она опускается. Ну, я вниз сильно не буду опускать, там куртки мешают. То есть здесь еще полноценная. То есть здесь вот кровати, как бы вот с той стороны. Да, да, здесь как дети у нас. Вот это холодильник. Ой. То есть, да, холодильник. Морозилка. Духовой шкаф. Холодильник, он же, по идее, все время энергию должен употреблять, да? Ну, у него три вида энергии. Он в автоматическом режиме работает. То есть это газ, аккумулятор, если машина едет, либо электричество внешнее, если подключить. То есть он в автоматическом режиме переключается, он сюда холодит. Здесь также зеркала, да, которые визуально как бы продлевают. И кажется, что он еще большой и куда-то туда уходит. То есть, в принципе... Ну, также куча всяких скрытых ящичков. За счет того, что это здесь двойной пол. Их очень много тут ящичков. То есть всевозможные тайнички провозить что-нибудь, чтобы никто не видел. Наш караван продолжил путь по государевой дороге, посетив Великий Новгород, Юрьево, Любань, Тосно и другие пункты. Участники маршрута успешно добрались до Санкт-Петербурга 14 августа. Что касается нас, то нам нужно было быть в Петербурге уже 12 вечером. Поэтому сразу после интервью с Александром мы схватили чемоданы и рванули на Валдайский вокзал. Кстати говоря, от Валдая до Балагова ласточку тянет тепловоз. Но это уже совсем другая история. Поговорим о ней в выпуске про железнодорожный туризм. Так что же в итоге? В целом такой вид туризма, как караванинг, имеет множество преимуществ. Вам не нужно вписываться в никакой график. Вы не зависите от четко заданного маршрута. И нет необходимости каждую ночь искать, где бы переночевать. Мне путешествие очень понравилось и, пожалуй, стало еще одним поводом записаться в автошколу. А что думаете вы? Планируете ли вы путешествовать на автодоме или уже, возможно, путешествуете? Какие ваши любимые маршруты? И каковы по вашему перспективы караванинга в России? Оставляйте свои ответы в комментариях и не забывайте подписываться на канал. А наш выпуск подходит к концу. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова